Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами бутылку с личной позывной. Привычка. Привычка добавлять. Для работы нам понадобится вот что. Так, ключик я убираю пока. Он нам сегодня... Сегодня мне он не понадобится. Значит, для работы нам понадобится что? Нам понадобится художественная кисть. Из беличьего меха. Толщиной 0, наверное, 0. Значит, миллиметром кисть. Нам понадобится элементарная художественная акриловая краска. За каким лешим? Не поверите. Будем рисовать, да. Представляете, будут художества. Доделал, друзья мои, вот слышите грохот этот, да? Гремит, как компьютерный корпус. Это он и есть. Знакомьтесь. Это задняя часть. Сейчас я вот так немножечко подниму. Знакомьтесь. Задняя часть. Вырезанная из компьютерного корпуса. Корпус проклепан. Вот видно где-то. Ну, в общем, здесь заклепочки у меня, там заклепочки, снизу заклепочки. Здесь винтиками прокручено. Это, друзья мои, согласующее устройство. Вот хочется его как-то сейчас так предельно аккуратно разместить на столе и как-то попробовать это снять. Я хочу, значит, на вот этот чёрный корпус нанести белой акриловой краской маркировку. Маркировку регулировок. А регулировки у нас следующие. Во. Значит, переместил я его. Это классическое согласующее устройство на, в общем-то, все диапазоны, как мне казалось. Что оно из себя представляет? Да классический, самый обыкновенный P-контур. Никакого супер-попер здесь изобретательства не применено. Ручки какие нашлись, такие нашлись. Корпус чёрный. Вот. Одна ручка чёрная, одна ручка имеет белый ободок. Вот такой, ну, не белый, он уже бежевый, от времени постарел. Но, наверное, и был какой-то белый, наверное. Что я хочу сделать? Я хочу вот нанести шкалы белым цветом. Ну, и здесь какую-то рисочку нарисовать. Вот на ободке тоже, чтобы было видно. Здесь, благо, рисочка есть. Вот беленькая, да, на галетном переключателе. Вот. Это всё просто. И работает оно совершенно классическим образом. То есть, галетник переключает катушку. Катушку я показывал в предыдущем видео. Катушка. Один с положений. Соответственно, там катушка, 10 витков. Вот это нулевая индуктивность. Всё, вот. Нулевая индуктивность. Соответственно, сюда тоже хочу нанести шкалы. Но шкалы будут необычные. Не просто так, там, два витка, четыре, там, семь и так далее. Нет. Шкалы будут нанесены сразу по диапазону. Дальше я буду, наверное, показывать и комментировать на компьютере. Потому что сейчас мы сюда на вход. Для того, чтобы настраивать, для того, чтобы настраивать, мы сейчас отключаем его от трансивера. Так, отключаем к компьютеру через антенный анализатор NANO-VNA. Ну, как NANO-VNA. Это версия SAA-V2. То есть, это, типа, вторая версия NANO-VNA. Отключаем от трансивера разъём входной. Сюда подаём его на генератор. И поехали согласовывать, анализировать. И всё. Так, ну вот мы переместились. Проверяем, подключаемся. И сейчас что-то сразу же автоматически должно начать рисоваться. Да, вот. Это сейчас в случайном положении все регулировки находятся. Вот видите, да, куда-то даже попадает. Понятное дело, очень большая индуктивность, очень большая ёмкость. Соответственно, здесь начинает работать согласующее устройство, как фильтр. Вот. Работает только нижняя частота. И вот где-то у него срез получился, где-то здесь, да. Вот видно. Оп-оп-оп. И всё. И он тю, улетает. Не вижу смысла тут как-то вот попытаться приблизить. Но вот где-то на 6, наверное, мегагерцах срез. Всё. Дальше вот не работает. Вот такая вот характеристика. А если посмотреть на антенну, убираем все ёмкости и все индуктивности. О, видите, да, резко как меняется всё. Вот ёмкости индуктивности убрали. Нет, индуктивности я ещё не убирал. Вот ёмкости убрал. Уже появляются нормальные снова резонансы. И убираем индуктивности. Оп. А это вот моя реальная антенна. Как вы помните, она более-менее... Ну, конечно, паразитные ёмкости, всё такое. То есть при выключенной согласуйке всё равно можно работать, вот, например, на диапазоне полностью лучше двух. Это с учётом паразитных ёмкостей при монтаже. Вот сороковка, всё как надо, согласовано. Где-то тут, ну, ну, фиг с ним, 7200, да, ровно. 1,9 КСВ. Ну, очевидно, что в начале диапазона он где-то вот полтора. Ну, это вот, это очень условно. Очень условно. Где-то ещё... 80-ка тоже. Где-то лучше двух, где-то хуже двух. В основном в телеграфном участке. Но это паразитные ёмкости. Вот вся 20-ка согласована нафиг. Кстати. Прикольно. Но это фиг с ним. Семнашка, понятное дело, это гармоника, 80-ки резонирует как надо. Вот дальше пошли проблемы. И вот, собственно, почему я периодически использую. Здесь слишком высокое индуктивное сопротивление, можно даже не смотреть. Во. 809 наногенри и так далее. Здесь уже начинает работать мой балун, к сожалению. Вот. Резонанс-то есть, конечно же. Да. И десятка то же самое. Он, резонанс, есть. Но это за счёт ёмкости. На самом деле, если подключиться напрямую к анализатору, антенну переключить, исключить согласуй-ка. Вот это вот, оно вот так вот здесь будет. Вот. Здесь всё нормально, правильно? Да, правильно. Пик фарады. 32. Это паразитная ёмкость. В действительности тоже лучше двух. На 80-ке. Но, но... Ой, на 80-ке. На 10-ке. Но, очень большая реактивность всё равно сохраняется. Всё равно сохраняется. Почему? Потому что там хреново очень работает балун. У него слишком много витков получается на ВЧ-бендах. То есть, выше 20-ки. Там уже начинает КСВ расти просто само по себе. Из-за индуктивности, собственно, балуна. И, получается, там реактивная составляющая всегда есть. Ничего с этим не сделаешь. Вот если посмотреть, да, вот здесь вот ещё более-менее, 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 более-менее. То дальше оно уже вот всё меньше-менее ёмкости, всё больше индуктивности в антенне. И неудивительно, потому что чем выше диапазон, тем меньше получается концевая ёмкость. Потому что на той же десятке, на той же десятке у меня антенна, 40 там с копейками метров получается, да, но это виндом. 40 с копейками метров на десятке, получается, укладывается 4 длины волны, 4 лямбды. Или это 8 диполей, сфазированных идеально. 8 диполей, из которых только у одного диполя условного, из которого всё это состоит, существует концевая ёмкость. Представляете, да? То есть всё остальное это индуктивное сопротивление. Плюс ещё балун, ну всё, короче. Это целый геморрой. 80-ку, ой, 80-ку, да что ж меня всё на неё тянет, картофелеводы меня загрызли. В общем, десятка согласуется, здесь есть такое положение, в котором десятка согласуется лучше полутора во всём диапазоне. Это обалденно. Сейчас я вам это покажу. А почему, кстати, я вообще переделал, вот, и отказался от автоматического антенного тюнера? Ну, хочу отказаться от него практически полностью, но буду его иногда использовать. Почему? Да потому что невозможно на вот таких вот дискретных компонентах, как это, не на дискретных, а наоборот, на кретных. В общем, на постоянных ямкостях и индуктивностях очень тяжело сделать идеальную перестройку. Она всё равно получается ступенчатая. А здесь где-то вот иногда резонанс получается вот как иголочку хочется получить, а не получишь. Ну и к тому же хрен его знает, как он там сам выбирает. Здесь, к сожалению, не предусмотрена возможность самостоятельного выбора индуктивности, ёмкости и включения на вход конденсатора или на выход. Вот. Поэтому вот как-то так. Ну что, поехали. Выставляем диапазоны и начинаем с максимальных им костей и индуктивностей. Я буду его сразу же, буквально, наверное, записывать, зарисовывать. Сейчас я для начала маркером, чтобы это было не очень заметно, нарисую какие-то крайние положения для себя. Вот. А затем маркером буду нарисовывать, подрисовывать. То есть так, чёрное на чёрном, в общем. Буду чёрное на чёрном рисовать, согласовывать это всё дело. А потом уже перенесу, перерисую белым, чтобы это уже выглядело более-менее красиво. Ну что. Вот я перестроил опять, да? Что-то куда-то. И, значит, давайте смотреть... Ну давайте десятку первым делом согласуем, попробуем, посмотрим, что у нас получится. От 20... Давайте 7,5. От 27,5. Поехали. Максимальные ёмкости, максимальная индуктивность. Очевидно, сопротивление чисто ёмкостное. Это полностью ёмкостное... Это вот паразитные ёмкости. Видно, да, что всё это в ёмкостной части. Давайте выставим маркера сразу где-то вот по разумным каким-то значениям. 28. Первый маркер у нас, значит, будет 20... А как так-то? Да. Остановить, что ли, надо. Значит, выставим 28 по нулям. Мегагерц. Этот выставим на 29 по нулям. Мегагерц. Этот выставим на 30 Мегагерц. И возьмём, знаете, 500 килогерц ниже, 500 килогерц выше. Вот так. Всё, сейчас сбросим. Вот так вот. И поехали играть. Начинаем играть, конечно же, выходной ёмкостью. Точек у меня много. И вот сейчас мы увидим, как она будет ползти. Вот эта вот... Вся красота. Ага. 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 Так, вот уже, вот так работает согласующее устройство. Вот что происходит. И мы видим вот этот вот активный... Вот. Резонанс активного... Не резонанс активного сопротивления. В общем, трансформатор на реактивных элементах. Вот так правильно сказать. Трансформатор на реактивных элементах. Контур. Колебательный. За счёт своего резонанса трансформирует активное сопротивление вот таким вот образом. Реактивность здесь вот уже видно вот около нуля, да, где-то вот чего-то. Но трансформации сопротивления не до 100 точно. Нужно продолжать трансформировать. Отсюда большой КСВ. Отсюда большой КСВ. Почему? Потому что реактивность у нас нулевая, да, ну, плюс-минус там 5 Ом, да, смотрите. Во всём диапазоне лучше 5 Ом. От плюса до минуса. То есть чуть-чуть индуктивного, чуть-чуть ёмкостного, но недостаточно активное сопротивление. То есть излучать всё равно такая антенна не будет. Будет отражёнка. Так, продолжаем играться. Вот. Нам нужно на самом деле эту петлю, вот эту вот петлю. Это вот нормальный как раз график. Нам надо, чтобы вот эта петля, желательно вся, оказалась вот в пределах полутора. Тогда всё будет у нас просто великолепно. Ага. Угу. 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 Есть. Единица выше чуть-чуть диапазона. Так, ага, мимо. Не хватает. Это я сейчас добавляю ёмкость выходного и видно, как она уплывает. Значит, заигрываем с индуктивностью. Не получается. Хотя, почему не получается? Получается. Так вот это получается. Передвигаем резонанс. Вот этот. Нам надо сдвинуть влево. Не выходит. Пробуем отсюда. Пробуем из ёмкостной части. Нет. Это всего-навсего добротность просто повышается. Вот у контура и сжимается вся петля, видите? Резонанс становится как иголка просто. Не удаётся на этой индуктивности согласовать. Ну что, убавляем индуктивность, смотрим. Видимо, резко. Ещё в сторону ёмкостного сопротивления прыгнуло. И, в общем-то, это видно на... На чехометре. Вот уже ближе. Уже ближе. К песковому. Так. А-а-а. Хочется... Опа! Так. Перескочил. Ну вот здесь как иголка. Здесь как иголка. Где-то лучше полутора. Вот в SSB можно работать, кстати. Полностью. Вот телеграфный участок. Вот. Мёртвый. Меня. Не получается. Уменьшаем ещё индуктивность чуть-чуть. Опа! Вообще здорово получилось. Добавим входную ёмкость. Уходит. Добавим до максимума выходную. О! Отлично! В выходной ёмкостью удаётся поиграть. Причём она прошла отсюда досюда. То есть сопротивление все здесь проскочили. Вот здесь где-то по-любому есть точка. Так. Едем. Где-то здесь есть точка. Такая, что удастся попасть уже вот в человеческий, так сказать, резонанс. Не здесь. При достаточно большом ходной... При достаточно большой входной ёмкости, скорее всего. Нет. Есть, кстати, два варианта. Поскольку контур это... Вот, ага, вот образуется петля. Сейчас мы её поищем. Попробуем её подвигать. Вот. Вот здесь вот. Переход от резонанса. Резонанс. И вот он, опять же, вот он, резонанс реактивного сопротивления. Причём дважды. Дважды. Очень интересно. Дважды. Значит, из ёмкостного отрицательные значения 0. Вот он. Из ёмкостных переходит в индуктивное. Затем снова из индуктивного в ёмкостное. И из ёмкостного снова в индуктивное. То есть вот прям здесь где-то получается резонанс сразу двух контуров одновременно. И при этом вот через 50 Ом дважды тоже проходит отсюда два минимума КСВ в диапазоне. Вот. Ну, нам это, в принципе, за какой-то роли не играет. Это не важно. Там чуть-чуть больше реактивность, чуть-чуть меньше. Сейчас я попробую ещё подвигать резонанс так. Чтобы весь диапазон перекрыть с хорошим КСВ. Всё. И попробуем ёмкостью как-то это дело отыграть. Ну, здорово. Остаётся только подобрать положение такое. Всё. Ну, почти весь диапазон лучше полутора. Во! А вот когда совпадают практически резонансы. Вот он 0. И активный рядом очень. Видите, да? Вот КСВ единица. Давайте я не буду трогать первый. Давайте я оставлю на частоте цифры. Всё-таки в цифре я чаще работаю. 20... 28... Да что ты? 28, 0.74. Там частота 0.74. 0.7. Фиг с ним. Вот. Когда вот здесь вот минимум будет. Будет здорово. Лучше... Желательно, чтобы был лучше полутора. Всё-таки выше 29-ти, на самом деле, никто не ходит толком. Поэтому, маркер, знаете, третий маркер я установлю на 29... На 29 по нулям. Вот. А второй маркер, знаете, куда-то на вызывную частоту 28500. Средняя... Вот частота, вокруг которой обычно прыгают все... Вся голосовая связь. Обычно чуть-чуть в плюс, но это... Ну, неважно. Вот. То есть минимум будем искать, стараться где-то здесь. Во-первых, ну, хорошо, конечно, в телефоне иметь КСВ единицу, а он реально тут... Ну, давайте. Какой маркер у меня здесь? Первый. 1.02. С учётом погрешности. Где-то здесь есть единица. 100%. 100%. 100%. 0.74. Так. Играемся. Это долгая и кропотливая работа, сами понимаете. Так, свип. Хочется одновременно такую крутизну характеристики настроить, чтобы она ещё и вот действительно как можно больший диапазон перекрывался с как можно меньшим КСВ. Вот. Но в первую очередь, конечно же, это до 29. То есть меня интересует минимум, чтобы был вот здесь. Здесь то, что он будет под 2, это уже меня особо-то не колышет. Вот. Идеально. Практически идеальная АЧХ. Петля сжимается. Вот раз, вот петля сжалась, вот попадаем в резонанс. Вот прям раз и всё. И красота, конечно. Но нет, мне надо сдвинуть его вниз диапазона. Ага. Ага. Ну тут сейчас ещё ёмкостя... Емкостями ещё поиграемся. Я чуть-чуть входной конденсатор меняю. И получается... Так, нет. Да, при добавлении выходной ёмкости у нас получается... Ага, вот резонанс. Поехал. Идёт. Нет, наверное, не получится. Хотя, кстати, получилось всё-таки неплохо согласовать. Работать уже, как ни странно, можно. Странного в этом нет. Во! Ага. Ага. Где-то здесь. Во! Класс. Сейчас мы поиграемся ещё выходной ёмкостью. Вот. Народ надо добавлять. Во-во-во. Во-во-во! Вот то, чего я добивался. Так, ну тут дальше уже начинает расти, да? Или всё-таки удастся его как-то ещё подвигать? Нет, всё. Дальше резонансы уходят. Возвращаем это значение вот к тому, что мне понравилось. Так, что ли? В любом случае, весь диапазон перекрыт по уровню. Вот 1.82 полоса. Вот. По 1.8. Полоса. Это великолепно. Тут вообще можно даже голову не ломать. Антенна настроена. И работать будет очень-очень хорошо. То, что не удаётся подогнать резонанс, ну и как бы хрен с ним. Удалось мне найти такое положение регуляторов. Ну тут плюс-минус на самом деле миллиметра. Ну в общем, есть такое положение регуляторов, когда вообще во всём интересующем меня диапазоне КСВ не превышает полтора. Смотрите сами. 1.5, да? Ну, плюс-минус, фиг с ним. 1.5 на маркере цифровом. На вызывном участке 1.3, 1.4, да? Ну, ближе к 1.4. Ну, в общем, во всём диапазоне практически лучше полутора. Вот. Отлично. Великолепно. И для себя я сейчас на бумажке записываю положение ручки клювика для катушки индуктивности. Для конденсаторов я всё отметил на корпусе. Переходим на следующий диапазон. Я вот считаю, что вот это замечательно. Переходим к следующему диапазону. Следующий диапазон у нас 12 метров. Убей, не помню, каким он. Какой он? Ну, 25 МГц, в общем. Давайте возьмём. Диапазон 12 метров. Странно. А, ну да, он очень узкий. Поэтому возьмём плюс-минус 100. 100%. Поехали. Ну, вот сейчас, возможно, эту иголку удастся как-то сюда попасть. Нет, всё, снова растёт. Нет, не удастся. Убавляем индуктивности ещё. Смотрим, что получилось. Ну, тут же около троечки. Так, тут она растёт. Ага, есть возможность. Вот, ближе, 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 ближе. Вот. Вот. О-о-о. О-о-о. Лучше двух. Сейчас мы его весь загоним сюда. Так, стоп. Это уже надо играть выходным. Слишком большая трансформация. Слишком большая ёмкость. Сейчас мы её скомпенсируем. Ёмкостное сопротивление. Компенсируем, компенсируем. Ой, нет, не в ту сторону компенсируем. Ага. А трансформация получается слишком сильная, да? Окей. Окей. Не туда. Добавим ёмкость. На входе. На входе ёмкость добавляем, добавляем, добавляем. Так. И теперь крутизну сейчас изменим чуть-чуть. Вот, поехал, поехал, поехал. Хочется, чтобы горб здесь был. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Единица сейчас будет. КСВ во всём диапазоне. О-о-о. Великолепно. Вот она, супер настройка. Двенашка. Двенашка, друзья мои. Ну, он очень узенький, чтобы вы понимали. Первый выставляем в начало диапазона, да? Второй выставляем куда-то в середину диапазона. Так, на глаз. Третий выставляем в конец диапазона. И получаем лучше, чем 1.1 КСВ. Ну, не лучше, 1.1, короче, во всём диапазоне. Как вам такое, как вам? Ага, класс. Так. Ради интереса переключить. Здесь пятнашка была с огласованным у меня. Бэ-бэм. Вот здесь. О, пятнашка, десятка. А вот здесь вот. Согласовано почти идеально. Да не почти идеально, куда лучше я знаю. Записываю в свою замечательную, замечательную супер тетрадку. Вот так. Переходим к следующему диапазону. Следующий диапазон достаточно большой. Пятнадцать мегагерц. Единственное, что тут такой нам бы огромный разброс не нужен. Почти полтора мегагерца. Ну, тяжеловато будет, но тем не менее, ничего. И я думаю, настроимся. Поехали, смотрим. О, прям далеко ходить не надо. Класс. Поиграем выходным сразу конденсатором. Не туда, но вот сюда. Смотрите, сейчас что будет. Опа, нет. Ха-ха-ха. Классно. Ладно. Это переизбыток индуктивности. Слишком большая трансформация. Понижающая получается. У меня получился понижающий трансформатор. Бабам! Все. Сейчас попадем. Так. Сначала входной настраиваем приблизительно. Шу-двух. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Я же говорил, что всю пятнашку можно настроить. Великолепно. Вообще можно голову не ломать. В конце диапазона все равно работать не буду. Много. Почти идеально. И еще чуть-чуть. Единица. Единица КСВ есть даже. Нет, здесь у нас частота уйдет. Попробуем. Так, а знаете, что интересно получилось? Положение входного конденсатора примерно такое же, как на двенашке. Да не примерно, а по рисочке прям ровно двенашка. Да, пятнашка и двенашка согласуются в одном и том же положении конденсатора, но с разным положением... Входного конденсатора, но с разным положением катушки. И вообще с минимумом... Оно так и было. В общем, все правильно. И с нулем... Ну, не с нулем. Тут 10, наверное, пикух там... Ну, не, не 10. Опять же, спаренный. Пикух 20-30 на выходе. На выходе. Вот. Так что... Очень даже здорово. При нулевом положении получается... ...выходного конденсатора. Ну, слушайте, ну, лучше полутора весь... Почти весь диапазон перекрыт. Телеграф, цифра... Цифра... Частота цифры 21... Первый маркет. Значит, 21,07... О, 21,074, скорее всего. Ну, давайте посмотрим, какой там будет... КСВ 1,3, короче. Ну, грубо говоря. Да. Лучше, чем 1,3. Великолепно. Великолепно! Вы бы не представляли, с каким кайфом я сейчас... ...подбородок чешу. Так, запишу количество щелчков, потом буду наносить. Угу. Первое положение катушки. Второе. Так. Один щелчок. Вот, видите, да? Это на самом деле согласовывается за счет индуктивности. Два щелчка. Уже входим в диапазон. Третий щелчок. Идеально. Четвертый щелчок уносит сразу же черт знает куда. Все видите, да? Вот так. Ну, классно. Один. Два. Три. Я балдю. Три щелчка. Записываем. Записываем и переходим на следующий диапазон. 17 метров. Очень узкий диапазон. От 68, по-моему, до 168. Восьми. Даже трогать не хочется. Кстати, индуктивность. Нет, улетает. А, хотя нихрена не улетает, знаете? я сейчас попробую емкостью сыграть так чтобы выходная емкость вообще не крутил сейчас никакие конденсаторы просто выходной емкостью играю но лучше полутора во всем диапазоне можно добиться при тех же щелчках нет да абсолютно минимум минимальная емкость на на выходе при том же положении входного конденсатор опять же это у антенны здесь четкий резонанс если я перекручу то по моему лучше полутора во всем диапазоне будет то есть в принципе вот смотрите вот сейчас все выключаем нет здесь уже паразитная какая-то емкость а нет стоп-стоп-стоп стоп-стоп рампа нафиг вообще не вижу смысла трогать вообще настраивать что-то очевидно все конденсаторы на минимуме и катушка выключена семнашка идеально согласовано даже все с этим диапазоном покончено семнашка куда лучше я не знаю смотрите сами лучше чем 1 и 1 во всем диапазоне ну не во всем ну ну давайте от балды но можно сказать что во всем диапазоне потом наверху будет работать лучше чем 1 и 2 давайте будем честны с учетом погрешности к к к лучше чем 1 и 2 во всем диапазоне при нулевых положениях и нулях при нулях все в нуле все следующий диапазон речи любимая моя во всяком случае горячо любимая 20 кстати тоже должно быть в резонансе а при минимальных положениях обратите внимание все уже в общем то прям на месте как надо но но можно подстроиться давайте попробуем знаете чё вот входной конденсатор входной конденсатор просто летал чтобы он был шикарно лучше чем 1 и 3 во всем диапазоне сейчас сделаем так нормально я считаю что дальше выпендриваться смысла нет а теперь проверю положение мне приходится тут сейчас вот потому что маркер черный пишу на черном по отблеском приходится ловить я сейчас даже фонарик где-то найду свой лучше чем 1 и 3 краю диапазон только чуть-чуть сейчас мы немножечко добавим и знаете мне к цифре хочется поближе иметь а хотя на 14 175 получается минимальный ксв пара по практически можно еще сдвинуть единица на чистоте в общем то вот вот где-то вот да ступь ну 150 170 очень классно вот здесь прям небольшая регулировка выходного конденсатора позволяет сдвинуть резонанс вот ксв единицу смотрите да позволяет сдвинуть ксв единицу до края диапазона и обратно сдвигая вот сейчас оп 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 все круто круто а теперь внимание знаете настройках какая не знаете я вам покажу эту настройку потом потом настройку покажу в общем я доволен это шикарно сейчас вышло ага записываем и переходим к следующему диапазону популярный хороший диапазон варк в нем нет телефонного участка здесь резонанс может быть как иголка почему потому что это один из самых маленьких диапазонов кроме шуток давайте еще раз смотрите с учетом мо 100 на 100 буквально 200 килогерц это с учетом того что плюс минус 100 процентов а в действительности его вот он он 50 килогерц всего на всего 50 килогерц там нет телефонного участка только цифра телеграф узкополосные в общем вида связи только узкополосные на тридцатке не работает никто кроме вот тех кто кто делает такое невероятное что обычный человек уже не понимает телефоном там не поработаешь либо телеграф либо цифра все значит поехали опять снова все на маг хотя не вижу смысла максимум и трогать ноут так у меня тут у нас прям сопротивление уже как-то смотрите куда прям идет ух ты уже прям вот за бесконечность улетает причем очень сильно емкостная знаете чё давайте попробуем емкость сейчас скомпенсировать нет и вот емкость я убавляю 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 выходную и получается возможно вот сейчас будет резонанс как иголка где-то вот может удастся его найти нет тут он просто через ноль а хотя при максимальной индуктивности ребята опа попал в диапазон это максимальная индуктивность поэтому резонанс как иголка меня устроит вообще сейчас я его загоню туда это я играю входной емкостью вот сейчас мы немножечко трансформацию сопротивлений на входе так сказать в резонансном контуре оформим и все будет вообще чики бомбони как говорится не туда перебор вот как иголка блин здесь даже я не буду говорить границы я лучше чем 1.1 во всем диапазоне сейчас настроюсь настроился раковка диапазон весьма жирный весьма жирный он 200 килогерц и один из самых самых популярных диапазонов и чем ниже частота тем выше можно ставить он уже почти согласован но это неважно ну вот даже смотри сейчас немножечко ходным конденсатором я чуть-чуть сопротивление сейчас сыграю уже хорошо согласитесь а теперь у выходным конденсатором мы его окончательно в единицу сейчас загоним во всем диапазоне обратите внимание вот сейчас сороковка открыта диапазон видите как горбыли какие возникают это кто-то излучает на сороковке кто-то работает это вот антенна воспринимает сигналы и пошел резонанс что-то там даже вот в высокочастотном вольтметре в общем детектируется но обратите внимание я думаю это хорошо заметно да обалденно обалденно можно попробовать индуктивность изменить можно даже еще добавить ну если конечно до упора то это много а так согласованно очень легко быстро вот из-за чего до хрен его знает из-за чего но во первых конечно антенна резонансные и здесь с ней настраиваться уже проще становится почему потому что это антенна получается в принципе два диполя это вот всего-навсего два полуволновых диполя то есть ну 40 метров и диапазон 40 метров улавливаете да вот здесь очень легко настраивать диапазон получается перестройки какой хочешь и очень очень широкополосная настройка лучше чем 1 и 2 во всем диапазоне диапазон горячо любимых картофелеводов ну три гу 50 500 миллиампер в аноде алё 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 1200 1200 напряжение 1200 эээ но вчера я тебя слышал плюс плюс 50 плюс 50 то сегодня я тебя слышу только плюс 45 плюс 45 плюс 45 петрович О, семерочка-троечка, Петрович. Картофелеводы, друзья мои. Они такие. Это вот все, что можно услышать на диапазоне. О, класс. Все, что можно услышать на этом диапазоне. Нет, конечно, есть нормальные станции. Нормальные ребята работают, конечно, тоже. Но, к сожалению, среди картофелеводов их искать, это, знаете, это мука. И опять, видите, вот эти колебания идут. Я даже не буду говорить, какие это частоты, но я вам абсолютно... А чего не говорить? 3,630, значит, дурная частота. 3,660, дурная частота. 663 иногда. И где-то в районе 670. Вот такие вот частоты. Вот именно на них вот это вот. О, Петрович, я слышу, олевали. Восьмые, девятые, нулевые. Восьмые, девятые, нулевые. Жил бы в восьмом, девятом, нулевом районе, не обломался бы включить там 50 киловатт и сказать ему прямо в ухо. Уважаемый, вы меня задрали. Из-за вас здесь новых радиолюбителей нет. Но ничего интересного для нас на 80-ке вот это вот ваше слушать, вот это вот, алё, алё, вообще неинтересно. Поэтому вы всех радиолюбителей с восьмых, девятых, нулевых районов распугали нахрен. Восьмые, девятые, нулевые районы великолепно слышно на пятнашке, на двадцатке, на семнашке. Нет, тут, ну, лучше двух, конечно, да, это хорошо, но... Всё-таки высоковатая индуктивность всё равно. Лучше полутора во всём диапазоне, я боюсь, не получится. Потому что здесь ярко выраженный резонанс у нас. Лучше, чем 1,9, наверное, можно во всём диапазоне сделать. Вот так вот, 1,86. Ну да, вот где-то 1,9 получается во всём диапазоне. Можно без проблем забабахать. Во! На цифровой частоте 1,4. Ну, в принципе, неплохо. Ну, ну нафиг, мне вот так больше нравится. Ну, просто потому, что выше по частоте как-то вот последние 50 килогерц, они обычно особо-то и не заняты. Вот. 690 вот где-то вот сейчас опять. Алло, алло, Петрович. Как принимаешь? Как принимаешь? Дай рапорт, Петрович. Ну, плюс 50, Иваныч. Ладно, сегодня будем поработать. Давай, в группе постоишь, давай, давай. Давай устроим хруповуху надаль поорать. Вот это вот. Я не шучу, это не шутка, это даже не сарказм, понимаете? Это... Я не кривляюсь абсолютно. Я не шучу сейчас. Самое страшное, я не шучу. Ну, где-то здесь. Какой-то прям крик души получается. Ролик. Не, ну, действительно, 80-ка, я не знаю, это вот вызывает тошноту. Я прекрасно понимаю, почему мой персональный тренер презирает вообще телефон на 80-ке. Максимум контест, в котором за него дадут этот... этот сертификат. Ладно, записываю значение и переходим дальше. Тут я на сороковку возвращался, проверял одну мысль. Нет, тот вариант, который был, он лучший. Тут я довольно... Ну, видите, довольно много времени прошло, еще минут 10, и я тут мозг проколупал себя. Пробуем. 160 метров, но я знаю, что не получится. Почему? Потому что это четвертушка для 160 метров. Четвертушка еще и с трансформатором повышающим. Один к четырем. Я даже не знаю, ну, вот даже не хочется наж... Даже нажимать не хочется. Потому что это короткое замыкание здесь. И очень далеко резонансы. И тут вообще no comments. Я думаю, здесь, ну, как бы... Ну, это очевидно, да? Ну что, друзья мои, вот такой вот образцово-показательный прибор у меня получился. Давайте... Давайте переместимся в анализатор еще раз. Моя драгоценная супруга очень классные регулировки здесь помогла подрисовать. То есть, все, вот прибор откалиброван на все диапазоны. Быстрый диапазон перестройки. Ну, давайте посмотрим для примера. Выберем наугад диапазон, ну, давайте, 20 метров. 20. 20. 20. И смотрим по анализатору. Выставляем диапазон 20 метров. Плюс-минус 25 процентов. Свип. Тут примерно та самая картина, какую мы и хотели видеть. Вот то, что я видел на анализаторе приблизительно. Отлично. Теперь давайте выберем наугад 30. 30. Как-то так. Выбираем диапазон 30. Смотрим в анализаторе. 3, 2, 1. Оп. Прекрасно. А давайте пойдем по порядку. 40 метров. Смотрите, оп, КСВ здесь уехал. Перемещаемся в диапазон 40 метров. Фигак. Прекрасно. Помним, здесь довольно большой диапазон перестройки был. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть больше. Меняем от телеграфного участка к... ...голосовому. Но это не важно. Знаете, выбирая между единицей и 1,3, я выбираю пофиг. Хе-хе-хе. Так. Давайте 80-ку дальше посмотрим. Раз. И смотрим. 80-ку. Дальше. Прекрасно. Вот, скажем так, рабочее место телеграфного ключа. Оно, в общем-то, вот такое. Все. Ключ насмерть прикручен практически к столу. Тут на экране не очень видно, но вот тут вот они. Находятся два винтика, которые придавлены вот этой вот пластиной. Вот то, о чем я говорил. Все. И ключ теперь вообще невозможный. Монитор болтается, ключ нет. Все. Бросил мышку, быстренько там. Раз тебе ответили, ты ему прям сразу. Все. Готово. Вот. Типовое куэса со спецстанцией. Да что ты. Ну и, собственно, все. Ну или там. Как-то так. Вот. Все. Ключ к ней лазит. Все. Насмерть. Вот его основное рабочее место. И он вот очень удобно. Вот то, чего я добивался. Вот он у меня прямо под рукой. Вот расположен. Да. Ковыряешься в компьютере. Что-то делаешь. О. Что-то интересное. Станция всплыла. Ага. Понял. Все. Окей. И все. Можно даже вот так еще. Где он у меня? А вот он. Вот. Очень просто. Ничего сложного нет. Все здорово. Все работает. Все отлично. Пошел я на 80-ку, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Всем 73. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Как это? Щупаю за ягодицей. И все в таком духе. Обалденная вещь получилась. Кстати, да. Смотрите. Когда-нибудь. Наверное. Наверное. Мы, может быть, что-нибудь придумаем с этими. Вот с этими замечательными часами. Часов у меня много, кстати. Это вот. А. Тюнер. Вот он валяется. Пускай пока валяется. Часов у меня много. Это часы отца, которые матушка ему подарила. Привезла из Германии. Вот. А это часы, которым пользовался отец моей супруги. Вот. Очень хорошие механические часы. Вот. Заводятся. Механические часы самолетные. Как это? Маршрутный. Маршрутный хронометр, наверное. Вот так правильно назвать. Вот. Засекается время. Сколько прошел от одной точки до другой. Вот. Все. Двигация. Вот так. Конечно же, обалденное устройство. Шикарно, я считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова